здравствуйте сегодня я хочу вам рассказать о воспалительных заболеваниях наружного уха это заболевание ушной раковины и наружного слухового прохода которая встречается как у детей так и взрослых предполагает к этому тонкий слой кожи в наружном слуховом проходе недостаток и и аэрации а также раздражение кожи в условиях повышенной влажности особенно при постоянном ношении наушников слуховых аппаратов беруши купание в бассейнах и аквапарках а также купание в природных водоемах и травматические повреждения при использовании ватных палочек для протирания кожи слухового прохода для здоровья наружного слухового прохода важную роль играет ушная сера она не только защищает кожу но и обладает бактерицидным действием то есть защищает ее от воспаления чаще всего эти проблемы возникают у пациентов больных с сахарным диабетом со сниженным иммунитетом гиповитаминозах и заболеваниях центральной нервной системы причиной воспаления наружного слухового прохода является такие бактерии как синегнойная палочка золотистый стафилококк и различные стрептококи а также могут быть и дрожеподобные грибы аспергилы и кандиды может воспаляться и фолликул волосков которые находятся в коже слуховых проходов при этом появляется боль в ухе снижение слуха за счет отека кожи а при рожистом воспалении появляется отек не только слухового прохода но и ушной раковины поднимается высокая температура снизляется слух и кожа становится красного цвета горячая на ощупь особое внимание хотелось бы обратить на грибковые инфекции наружного уха которые развиваются очень медленно и основной жалобой является зуд в ухе а затем только появляется заложенность в ухе боль и выделение и белого и серого иногда и черного цвета с такими заболеваниями нужно сразу обращаться к врачу от ариналарингологу потому что правильно поставленный диагноз и своевременно поставленный диагноз он является залогом благоприятного лечения и выздоровления потому что это разные инфекции и соответственно при бактериальной инфекции назначаются антибиотики а при грибковых инфекциях назначаются противогрибковые средства тем пациентам у которых есть такие проблемы я настоятельно рекомендую не мочить уши когда вы принимаете душ и купаетесь в природных водоемах и бассейнах я желаю вам здоровья берегите свой слух всего доброго до свидания а а